Ну, как-то других названий не было. Сибирсофт, Майкрософт, Сибирсофт. Ты понимаешь, что вот у тебя есть некий шанс жизненный, да, сделать так, что твоя карьера будет совершенно другой. Маги. Вот пришел маг, вот там что-то ковырял, там, зашел в директорию, там, пинганул что-то, там, еще что-то. IT-компании that cares, которая заботится. Семейственность – это как раз наш конек. Они передали свои вот эти ценности, свой код и заложили его в генный код, можно сказать, компании. Это был такой жесткий кризис. Я думал, вообще, ну, все, закончимся. Когда клиент к нам только приходит, важно понимать, что он хочет на старте. Даже то, что он не сказал. Компания выросла в разы, 35 раз я тут считала. Сейчас мы можем похвастаться и восприниматься не просто как компания, разработчик полного цикла, да, но и как специалисты, создающие новую ценность рынке. Субтитры создавал DimaTorzok «Мне хотелось открыть бизнес». Меня позвал Трофимов Геннадий Владимирович. Он был директором компании «Румато». «Румато» занималась онлайн-играми. То есть у нас работа «Румато» и я вот как бы уже, получается, тогда уже начал на свои деньги создавать компанию «Симбирсофт». Ну, как-то других названий не было «Симбирсофт», «Майкрософт», «Симбирсофт». Что-то вот такое. Моя карьера началась еще с политеха. Я занимался, всю жизнь увлекался радиоэлектроникой и компьютерными всякими технологиями. И в политехе, естественно, я тоже, я учился на ИВМ и занимался в политехе в классе компьютерного доступа. У меня был научный руководитель Негода, Виктор Николаевич. И моя задача была администрировать класс общего доступа к интернету. Ну, в общем, такая была история, когда я понял, что администрирование и вообще информационные технологии – это не так легко, как хотелось бы. И начал изучать. Эти навыки мне помогли в дальнейшем, когда я уже устроился в «Румато». Это был один из ключевых, наверное, моментов, когда ребята сказали «Ого, ты так умеешь». В этом классе открытого доступа с Виктором Николаевичем мы, можно сказать так, замутили такую передачу «Пять новостей интернет». Это в свое время была достаточно популярная передача на канале «Дважды два». То, что удается найти про новые современные технологии, что-то новенькое, необычное. Еще для студенческого телевидения они к нам обратились, ну, так как мы владеем цифровыми технологиями 3D. Мы взялись выполнить заказ от студенческого телевидения, сделать заставку для этой передачи на канале «Дважды два». Мы сделали с ребятами ролик, он достаточно интересный получился. Сделали модель политеха с его корпусами. Сделали модель тарелки. И в нашем ролике камера наезжала на тарелку, и эта тарелка благополучно вылетала, потому что это был инопланетный корабль. Колесников, как появился, я помню, там, да. Сначала он просто по раз приходил, мы там что-то там сервера ковыряли. У тебя Linux, допустим, первого я никогда не видел там. И что-то нам пришлось в Linux лезть. И смотришь, как мы нашли какие-то буквы, какое-то черное окошко, что-то там находишь, тыка. Он пришел, все, бах-бах, там, просто такой магик. Вот пришел маг, вот там что-то ковырял, там, зашел в директорию, там, пинганул что-то, там, еще что-то. Для нас вот там кто-то там был, это как бы была какая-то черная магия. Ну, да, это вот оно произвело это впечатление. Я решил, что можно посвятить себя изучению, там, программирования, ну, за рамками учебного процесса. Разместил где-то объявление, что вот там неплохо могу выполнить любую работу. Я так понимаю, меня благодаря вот этим объявлениям заметили ребята из компании Румата. Они меня спрашивали, там, чем я там занимаюсь и так далее, и не хотел бы я с ними поработать. Мне было интересно, конечно, я согласился, мне какое-то дали тестовое задание. Я не помню сейчас уже какое. Ребят, во всяком случае, поразил, или можно сказать, вот, ушевил мой опыт, что я знаю администрирование, умею программировать, магистрант, политеха и так далее. Они решили меня взять к себе в компанию. Нашел объявление, что нужны разработчики. Ну, я позвонил, пришел, меня встретили, вот, и стал работать. Вот, значит, сразу с четвертого курса. Сергей распределил меня в проект, вот, это японский проект, где мы делали конструктор визиток. Я работал с Алексеем Колесниковым, да, над этим проектом. То есть он мне дал задачи, я хализовывал, он, как бы, вел весь проект, вот, и, ну, то есть, выполнял как функцию тимулида на этом проекте и ментора для меня. Первый проект, который, на который я попал, вообще первый проект, который приносил деньги, это договор с японцами. И когда это попало, первое, что я там, как бы, я начал делать, это подключился к проекту по оцифровке трехмерных моделей. Такие толстенные, глянцевые книги, ну, как большая советская синтеклопедия, но там бумага, как вот, типа кальки, и там вот, в такой книжке, там, не знаю, тысяча страниц красивых фотографий. Мы получали там коробку каталогов, прогоняли через сканеры, через еще какую-то механику, отправляя туда результат. Легко-кальчески вделал сайт, который крутился у нас в описи, то есть, даже не дата-центр какой-то, не сторонний сервер. Дальше нужна была аппаратная часть, но мы, как инженеры, вроде, нам было, как бы, тоже близко и понятно. Здесь требовалось применить все наши знания и возможности в плане, как работы с софтом, разработки чего-то нового, софта, так и с железом. И нам очень повезло, что у нас был очень опытный разработчик Виталий Суменков. Он, как вы знаете, возможно, и владеет патентами на мышку Logitech. Участвовал в создании одной из первых мышек-манипуляторов. Мы воспользовались его знаниями, чтобы собрать специальное устройство, которое умеет принимать GPS-координаты и через GSM-протокол умеет передавать эти координаты на заданный сервер. Я, насколько помню, Виталий Петрович тогда нашел большое количество сотовых телефонов. С точки зрения софта, вот для отображения этой информации на сайте, мы долго думали, как же это сделать. Дело в том, что в то время Google карты еще не появились. Мы нашли какое-то бесплатное программное обеспечение, которое позволяет закачать карты в векторном формате, отобразить их в виде Java-аплета. Мы, в общем-то, адаптировали этот софт под себя, чтобы это можно было все на сайте видеть. Ходили по яхтам, устанавливали эти устройства и так далее. Но до того, как мы уже стали в полевых испытаниях участвовать на воде, естественно, мы испытывали это на суше. Для этого мы снарядили Сергея Михайловича в ночную поездку до Тольятти. Регата была в акватории между Ульяновском и Тольятти. Как оказалось, погода была не очень удачная в то время. Пришлось сидеть наверху под дождем с этим устройством в такого виде шпиона. Испытания прошли успешно. Он успешно доплыл до Тольятти. Мы весь его маршрут практически видели. Мы в то время смогли испытать устройство, посмотреть, как оно работает на воде вживую. Насколько удачно, хорошо передается сигнал. И можем ли мы вообще использовать такую технологию. Мы, конечно, были довольны, что это мы сделали. И те ребята, кто организовывал бригад, они тоже были удивлены тем, что они впервые в России получили такую систему. Потому что сидеть и наблюдать, как яхты двигаются по какой-то траектории в интернете, тогда было необычество. Тогда еще не было ни Google карт, не было передачи информации через интернет, именно координаты. Изучая вот этот рынок, ты неизбежно натыкаешься на какие-то продуктовые компании, которые продают продукт, продукт лицензии, продают массово. И это, конечно, вызывает в тебе какие-то чувства симпатии. Что хочется у нас, чтобы так же было. Я этим занимался, достаточно много продуктов перебрал. И как-то мысль вышла на создание системы интернет-магазинов. То есть создание как конструктора интернет-магазина именно на технологии PHP. Вот родилась такая идея, что давайте попробуем свой продукт. И мы тогда как раз попробовали такой применить хитрый ход. На тот момент было популярное, свободно распространяемое ПО «Оскоммерс». Я этим занимался 7-8 лет, если начиная с самого начала. Команда в пике доходила до 12 человек. То есть это была очень мощная, активная разработка. И приходилось применять массу всяких ухищрений технических, с целью именно повышения эффективности работы. Это дало огромный опыт всем участникам этого проекта. То есть мне в том числе. Потому что самая главная особенность продуктовой разработки, особенно в то время, то, что ты занимаешься вообще всем. Ну то есть это реально с инженерной точки зрения это было очень круто. Потому что ты познаешь очень много того, что может быть какой-то обычной линейной разработки ты не будешь делать. Потому что вроде как не твоя специальность. есть эти девопсы, например, они все это могут сделать. Вот это дало достаточно широкие знания, широкий круглозор. Потому что ты занимаешься и бэком, и базами данных, и фронтом, и оптимизацией, и серверами, и безопасностью, и автоматизированная сборка. В компанию я пришла в 2010 году. И я пришла на проект Avaktis. На тот момент это была позиция именно в техподдержке. Тут нужно было общаться с клиентами, переписываться с ними, помогать им настраивать магазины, помогать им дорабатывать, делать какие-то свои новые вещи для магазинов, для тех, которые у них уже существуют. Ввиду того, что мы делали очень много и всего разного, и действительно общались с людьми, с людьми, это были в основном иностранцы, потому что мы работали преимущественно на американский рынок. Первое, это приходилось общаться все время с ними на английском. Естественно, очень хорошо развивались мои навыки и общение с теми людьми, их культура, ну и, собственно, конечно, уровень английского языка тоже. Плюс, конечно, я научилась понимать пользователей, понимать их воли, понимать им наконечную пользователей, что им надо, на что они обращают внимание, как они, как и у них требования к нашему продукту, и что они хотят от него видеть. То есть это был такой взгляд с той стороны, и вот это реально очень полезно, и впоследствии очень хорошо помогло мне именно в моей дальнейшей работе. Ну, это был такой жесткий кризис, я думал вообще, ну, все, закончимся, я на этом заканчиваю историю компании Сибирсофт. Нам пришлось выделить команду на работу онсайт у заказчика, и мы поехали в Питер в длительную командировку. Мы тогда занимались очень интересной системой, на самом деле, это что-то типа система для вычисления роялти. Были не очень приятные разговоры тогда по телефону, что же делать, там, давайте накроемся. Но все сложилось удачно. Мы, Сергею, удалось найти в то время заказчика, и это достаточно крупный заказчик оказался из Соединенных Штатов Америки. Ребята со стороны заказчика, двое, приехали в Питер из Бостона, и мне нужно было организовать собеседование. Решено было в соседнем МакДаке по очереди ходить на обед. Я ребят вызывал из офиса, типа, там, Петя, твой ход. Заказчик сидел, значит, в МакДаке, и мы по очереди пособеседовались с этими двумя ребятами со стороны заказчика, им все понравилось. Вот это положение компании, оно было таким рисковым. Происходит вот такое событие, ты становишься соучредителем, и ты, разумеется, твое сознание меняется, ты по-другому начинаешь смотреть на ситуацию. Ты понимаешь, что вот у тебя есть некий шанс жизненный, сделать так, что твоя карьера будет совершенно другой. Это, наверное, такое, можно сказать, судьбоносное решение Сергея, что вот эта наша команда, она получила эти доли, и мы по-другому стали работать. После кризиса 2007 года что-то произошло такое экстраординарное, что мы стали расти каждый год на 20-41 год. Проект, после этого мы работали над ним порядка 8 лет, оказался очень таким значимым для нашей компании, потому что стабильный заказчик. Мы смогли, по сути, вот начать развитие компании уже после того, как нам удалось найти вот этого вот заказчика. Я там был, конечно, как основной, можно сказать, тим-лид, проект-менеджер. Я всегда контактировал с менеджментом на стороне заказчика, ну, потому что у меня есть опыт работы с зарубежными заказчиками. Через наш проект в результате прошло порядка 20 человек, если не больше, в различных направлениях. В нашем коллективе было достаточно такой свой микроклимат, можно сказать. Мы дружили, мы общались, и до сих пор мы общаемся. У нас есть чат, уже прошло лет 15, наверное, мы все еще общаемся, мы же сами. Это был реально сложный проект. По срокам не уложились. Несколько человек съездили на обучение по оценке проектов, чтобы последующие проекты большего масштаба мы могли делать более квалифицированно именно с точки оценки. Один из наших проектов, практически, это был первый проект продуктового типа, когда пришел к нам клиент с техническим заданием и сказал, что ему нужно реализовать определенный список пич. Мы поняли, что нам не хватает определенного подхода процессного. И вот на тот момент было принято решение организовать службу качества для того, чтобы вновь сформированные процессы поддерживать, развивать, контролировать. Был составлен опросник на 78 вопросов того, что нужно делать в проекте. Чтобы не забыть никакую маленькую штучку, не забыть никакое маленькое действие, которое на самом деле потом может вызвать инцидент или проблему, или недовольного клиента. Данный опросник перерос в основной регламент бизнес-процесса компании. И тот регламент, который был раньше, там 10 лет назад, сильно отличается от текущего, потому что очень много ролей появилось, очень много подходов, компания выросла в разы, 35 раз я тут считала. Однако основные пункты, которые были в том опроснике, в том вопроснике он назывался в первый раз, они все остались. В нашей компании мы ничего не оставляем просто так. Это как в QA, как в тестировании, когда выявлен какой-то баг, он должен быть проанализирован и должен быть изменен процесс так, чтобы таких багов больше не возникало. Ну, когда у нас процесс отстроился, и у нас проектов стало нам хватать, на наших сотрудников, и мы с ними вполне успешно справлялись, выяснилось, что нам теперь не хватает людей. Вот, и мы тогда были чисто ульяновской компанией, мы вообще первые 16 лет были чисто ульяновской компанией. И мы пытались решить проблему ровно в рамках Ульяновска. И в рамках Ульяновска проблема решалась, мягко говоря, плохо. Мы NC++ программистом Минвуром где искали полгода. И мы попробовали альтернативные варианты, мы привели курс, у нас был сотрудник, ну, я сам имею в отношении к разным академическим активностям, да, и мы сделали курс. Вот, мы провели курс по С++, нам в ходу было около 20 человек, вышло с него, ну, большинство дошли до конца, мы взяли троих, двух С++ программистов и одного Джао-программистов даже. Вот. Мы поняли, что это рабочий механизм в рамках Ульяновска, мы стали это повторять, потребовалось какое-то красивое название, мы придумывали название IT Place. В какой-то момент мы поняли, что мы упираемся в границы Ульяновска, в принципе, у нас был тогда человек 150, 200 или около того, и мы поняли, что наши темпы роста буквально через год-два нас остановят, мы выедем все. Вот здесь. И мы начали искать варианты, где-то 6 лет назад мы начали смотреть в сторону Саранска, съездили там, пообщались с местными ребятами, увидели, что там вроде есть потенциал, а в какой-то момент, когда там кроме Саранска появились еще там Самара, Казань, вот, собственно, стало понятно, что нам надо как-то менять политику, IT Place это чисто ульяновский брат. Со временем мы поняли, что все-таки нужна какая-то вот отдельная такая социальная, полезная, активная программа, и как это было назвать, и пришли к названию все лица. Я пришел в компанию чуть больше 10 лет назад, на тот момент мобильная разработка еще только зарождалась. У нас был один мобильный проект под iOS, мы делали игру достаточно популярную, на тот момент игру. Тогда уже начали поступать запросы на разработку различных мобильных приложений, и нам было принято решение начать развивать это направление, начали полностью развивать направление Android с нуля, поскольку тогда еще таких проектов у нас не было. вот, и нам повезло, пришел достаточно большой, крупный, интересный проект. Мы разрабатывали аналитическое приложение, в котором можно отсматривать различные показатели по странам, численность, различные экономические показатели, то есть очень такое крупное приложение. Мы занимались разработкой, наверное, около года. Вот, начали ее с разработки Android-приложения, потом подключились к реализации его iOS-версии. Ну и уже вот постепенно-постепенно начала накапливаться экспертиза, стали поступать новые запросы, мы начали реализовывать новые приложения, и команда начала постепенно расширяться. до какого-то момента у нас не было аналитиков, то есть разработка проекта велась без какой-либо документации на входе, на старте проекта. И, в принципе, это было нормально, то есть непосредственно разработчики разговаривали с клиентом, оговаривали реализацию, и, собственно, вот разработчик делал то, как он это видел. Если на небольших проектах это было нормально, в принципе, ничего существенного не происходило, то, когда у нас начались крупные проекты, тем более с фиксированными какими-то сроками, мы ощутили, что действительно это что-то не так, что вот отсутствие ТЗ на старте проекта ведет к некоторым моментам, которые, например, на момент сдачи проекта выясняется, что какая-то фича вообще не учтена либо сделана не так, как клиент ожидал. Поэтому приходилось переделывать, соответственно, сроки затягивались, и поэтому, чтобы вот такого избежать в последующих проектах все-таки крупнее, больше, и команда на проектах становилась крупнее. Мы все-таки пришли к выводу, что необходим такой человек и ответственное лицо, которое будет на момент старта проекта и старта разработки собирать требования клиента, согласовывать их и, соответственно, дальше уже отдавать этот документ нашим разработчикам. Когда я был директором, Илья с Виктором Сычевым постоянно приходили ко мне с каким-то идеями. Идеями об улучшении работы отдела, компании. То есть мы иногда очень долго спорили. Я помню, подчас мы с Виктором спорили, серьезно спорили. Что-то внедряли, что-то не внедряли. Вообще повезло в том плане, что была команда здоровская. то есть это Мария Царулева, это просто эксперт планетарного масштаба. Виктор Сычев, Мария Изя Тулова, Дмитрий Петерсон, Олег Федосович, Васенька, Андрей Морозов, талантливый был паренек, Петр Урваев. То есть вся эта Елена Суменкова тоже просто бог своего дела, я считаю. И получается, что вот благодаря вот этой команде я вообще не испытывал никаких сложностей. 2015 год – это год рождения аккаунтинга в компании Симберсофт. И действительно, до 2015 года существовала такая роль как руководитель проекта. Эта роль включала в себя и Тимлид, и аккаунт, и Пиэм. Фактически, это все оттенки этой большой важной роли, которая отвечала за старт ведения и развитие проекта в нашей компании. Когда клиент к нам только приходит, важно понимать, что он хочет на старте, даже то, что он не сказал, то, что было косвенно в контексте. Понять это, реализовать это с технической точки зрения, продумать, а как мы можем сделать что-то лучше для его продукта, помочь с процессами, синхронизировать наши команды, услышать друг друга. Самый главный показатель работы аккаунт-менеджера и всей команды Симверсофт это в том, что клиент, увидев наш результат, не только, может быть, в момент, когда мы сдали ему проект или продукт, но когда он уже увидел, как живет продукт на рынке, применил те рекомендации, которые мы дали, мы произвели внедрение, возможно, был сделан этап обучения его специалистов. Вот именно тогда, я думаю, что это момент, когда клиент понимает это и приходит к нам снова и снова за помощью. И в итоге, это просто по жизни получается, что вот этот человек выделяется как бы отдельную единицу. Вот появился один продажник, появился один бухгалтер и все службы принцентак появлялись, почти, кроме, допустим, мобильного отдела, который появился целиком, сразу весь. Ну, это было такое, какое-то решение, стратегическое, что завести мобильный отдел. Создание отдельного бренда обуславливалось требованиями рынка, поскольку на тот момент многие клиенты искали именно своих исполнителей, подрядчиков, основываясь на различных рейтингах и выбирали именно узкоспециализированные компании. Тогда было принято решение тоже сфокусироваться в мобильную разработку, выделить отдельный бренд и начать его продвигать. Значит, 18-19 год, тогда я ушел, получается, с позиции руководителя стал заместителем генерального директора. То есть, я уже средоточился больше на развитии определенных аспектов компании в целом, больше уже работал с селзами, с аккаунтами и, по сути, эта работа вылилась через разные гипотезы, тесты какие-то, вылилась вот то, что потом назвали служба пресел 2.0. То есть, по сути, я сосредоточился на том, чтобы совместно с селзами увеличивать вероятность запуска того или иного проекта. Это действительно было востребовано, это было всем нужно. Дальше вот эта деятельность пресейл 1.0, как мы ее называем, развилась в трех таких основных векторах. Это вот сходить с клиентом на созвон, рассказать про нас, послушать его. Второе, это вот как раз подготовка оценок предварительных. И третье, это подбор команды на проект. То есть, это вся вот эта активность, которая связана со стартом проекта. То есть, вот пришел к нам клиент и проект стартанул, вот здесь вот пресейл у нас как раз существует. И вот для таких бизнес-клиентов, которые мало знакомы с IT, но которые генерируют идеи, у нас выделились сотрудники, мы их назвали пресейл 2.0, которые более детально общаются с клиентом на пресейле. То есть, начинается с выяснения потребности клиента, то есть, более клиента. И дальше уже пресейл 2.0 предлагает вариант решения проблемы клиента. То есть, у клиента еще нет решения, он просто пришел к нам с какой-то потребностью. И вот пресейл 2.0 ведут этого клиента, предлагают разные варианты решения. Долгое время наша компания была как бы такой небольшой, нас было не очень много, не припомню, сколько сейчас, может быть, человек 40 максимум. И мы все жили очень дружно, мы практически каждую пятницу с ребятами устраивали какие-то посиделки, у кого-то день рождения. Такая ситуация сохранилась и по сей день, у нас многие ребята с тех пор уже 20 лет компании, многие работают, как я, тоже, порядка 20 лет, мы дружим, вместе, общаемся. И возможно вот этот фактор семейственности, он как бы сближает людей и может быть до сих пор поэтому эти люди здесь. IT company that cares, которая заботится. Вот семейственность это как раз наш конъек. Дальше, то есть конец 19-го, он больше уже был связан с формированием какой-то новой корпоративной культуры, новым видением развития компании, рост компании в первую очередь, потому что когда в мае я стал директором, компания было 500 человек, то есть сейчас вот 900 с чем-то, то есть это определенная гордость вызывает, что за полтора года мы выросли до такого размера. А дальше это гораздо более сложная, более долгосрочная цель, это выход на международный уровень, то есть дальше это европейский, азиатский рынок, восточный, и вот уже будем двигаться в ту сторону. Для большой компании важно довериться тем людям, которые создают проект. Так как количество времени ограничено, руководитель должен выбирать, что он хочет. Он хочет разобраться в проекте, сделать его так, как он считает нужным, или строить компанию. Я выбрал строить компанию. для того, чтобы именно очертить рамки продукта, какая функциональность в нем будет, нам нужно было больше компетенции, чем просто аналитикам. И поэтому мы начали затрагивать такие вещи, как анализ рынка, бенчмаркинг, анализ конкурентов и что-то другое. Как продукты на рынке работают, как они входят на рынок, как на них реагируют потребители и так далее. То есть мы немножко затронули чуть больше тему бизнес-анализа, нежели просто системного анализа. И в данном случае это помогло нам делать хорошие концепции и их четко оценивать. В данном случае мы тоже начали славиться, так скажем, на рынке, что мы умеем делать хорошее видение продуктов. Степенно первым шагом мы пришли к тому, что хорошо бы эту экспертизу во что-то обернуть, воплотить. И первым таким воплощением стал UX-консалтинг. Это отдельная услуга, которую мы вели несколько лет назад. Сейчас она внедрена, она хорошо себя загринтовала и по сути является просто неотъемлемой частью любой технологии из UX. В то же время, продвигаясь дальше, каждый раз задаем себе вопрос, раз у нас такая большая экспертиза и такой большой опыт, почему мы не делаем свои продукты? Так как мы разрабатываем свои продукты внутри компании, то есть мы делаем их для собственных много сервисов, для обеспечения наших собственных процессов, мы поняли, что мы можем сделать продукт, почему бы не сделать это? И вот благоприятные обстоятельства было то, что мы хорошо вышли на рынок финтехов. И выход на этот рынок позволил определить меньшую потребность цифровизации крупного бизнеса, банковского сектора в финтех. И мы задумались, ну какая смежная сфера, может быть там что-то интересное? И сразу почему-то в голове возник, а почему не страхование? Поняли, что на рынке вот нет того, что сейчас является востребованным в финтехе в качестве банковских продуктов, вот этот дистанционно-банковское обслуживание, мобильный банкинг. А страховой рынок в этом плане только зарождался в качестве цифровизации. И мы решили, что этим может быть аналогичный ДБО-продукт, но только для страхования, ДСО, дистанционно-страховое обслуживание. Это стал первым продуктом. А дальше получилось, все шишки набили, и дальше стал внедряться продукт ShopChat, Estimate и другие. Мы делаем свои собственные продукты, стремимся выпускать их не только на российский рынок, но и на зарубежный. Сейчас мы можем похвастаться и восприниматься не просто как компания-разработчик полного цикла, и как специалисты, создающие новую ценность на рынке. У нас сейчас компания Simbersow, она бурно растет, и мы набираем специалистов порой, да, может даже и часто, не по текущим знаниям. На моей практике были студенты, которые меня удивляли. То есть реально. Он начинает рассказывать, а я вот это интересуюсь, вот это читал, это, это, ты так понимаешь, ничего себе, тут как бы матерые специалисты столько не читают и не знают, сколько ты, а он оказывается уже многим чем интересуется. И просто его берешь, предлагаешь ему работу, и все, он устраивается. и вот я ни разу не прогадал. И вот такое профессиональное отношение, вот я считаю, это самая правильность и является таким идеалом для сотрудника Simbersow. человек, 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 на первом месте в своей системе ценностей ставит профессионализм. Я хочу достигать осязаемого результата, я буду совершенствоваться, совершенствовать и свой код, и себя, и свой подход к работе на основе разных источников, книг, статей, коллег, да, там, проектов, фидбэк от заказчика, да, то есть все буду собирать, анализировать, делать определенные выводы, и каждый раз сделать лучше, то есть критически относиться к себе, к своей работе. Мне кажется, это вот такой правильный портрет специалиста Simbersow. Так сложились обстоятельства, наверное, судьба моей, моя судьба в этой компании, что я работаю всегда с зарубежными заказчиками. И у меня вот в протяжении всей, наверное, моей карьеры сложилось такое ощущение, что наши ребята значительно более хитрые с точки зрения технологий. У нас ребята очень здорово находят интересные решения как в UI, в UX-дизайне, так и со стороны бэкэнда для повышения производительности, оптимальности и так далее. Один из разработчиков со стороны заказчика где-то услышал в новостях, что русские хакеры самые крутые, и спросил меня на митинге, типа, почему? Ну, я, конечно же, не знаю. Во-первых, я не знаю, что наши хакеры самые крутые, мы хакеров не воспитываем. Но я ему ответил, что у нас в университетах преподают вирусологию. Он очень удивился, потому что он не знал, что вирусы можно учить писать. Действительно, у нас в политехе есть такой предмет, не знаю, сейчас есть или нет, но у нас, по крайней мере, был, и мы в системе МСДОС учились писать червей, но не для того, чтобы применять эти технологии, а для того, чтобы понимать, как работают черви, ну, вирусные программы, как себя распространяют, чтобы уметь от них защититься на самом деле. То есть, надо понимать, как технология работает. В общем, этот товарищ очень сильно удивился и восхитился, может быть, действительно, поэтому наши хакеры такие способны. Основу успеха Сибирсофта, по моему мнению, это то, что основатели компании, IT-шники, инженеры по образованию, собственно, они создавали компанию для себя, для того, чтобы при помощи этой компании делали интересные им, лично им проекты. Это передалось компании и компания берет те проекты, которые интересны именно для тех, кто их делает. А во-вторых, они передали свои вот эти ценности, свой код и заложили его в генный код, можно сказать, компании. То, что это развитие, это важно качество, важно технические решения, оно отзывается, созвучно тем, кто вот приходит. И приходят иные правила люди. Они здесь могут а вырасти и они могут здесь б заниматься теми проектами, которыми интересны. И это отзывается, это позволяет компании расти, не теряя абсолютно качество, потому что правильно люди приходят, правильно люди продолжают рост компании. 20 лет назад я встретился с Алексеем, с Сергеем, с Виталием. Конечно же, я очень рад и благодарен этому событию, этим людям, потому что 20 лет назад мы стали создавать, развивать компанию Симперсов. и уже сейчас, спустя 20 лет, у нас около тысячи единомышленников, потому что те корпоративные и культурные ценности, которые были заложены 20 лет, они до сих пор живут в компании. Что дальше? Будем строить компанию мирового уровня. Это же интересно. Это же интересно. Паркан в почве Субтитры подогнал «Симон»